Помните, какова ваша роль на суде, как проходит само заседание. Не добавляйте никакую новую информацию, вас не депортируют из зала суда. Добрый день, меня зовут Екатерина Муратова, я иммиграционный адвокат в Соединенных Штатах. В этом видео объясню, как происходит индивидуальное слушание в иммиграционном суде США, а также дам базовые инструкции, которые я даю абсолютно всем своим клиентам при подготовке их к судебному заседанию. И до того, как я начну готовить их по существу на основании фактов, изложенных в их показаниях. Конечно, каждый из вас, кто работает с адвокатом, будет готовиться к основному слушанию с иммиграционным адвокатом. Очень важно заранее договориться с адвокатом, где и когда вы будете встречаться в здании суда, обменяться номерами телефона, и чтобы этот телефон у вас был под рукой на случай, если вы не найдете своего адвоката. В иммиграционный суд не надо приезжать заранее. Приезжайте за полчаса до вашего заседания, сильно заранее, вас все равно в здание суда никто не впустит. Если у вас есть паспорта, у вас их не забрали на границе, привозите с собой паспорта. Если нету, конечно, нету паспортов, но вам надо при себе иметь какое-то удостоверение вашей личности. Оригиналы документов, если вы их не передали иммиграционному адвокату до этого, то, конечно, перед судом отдайте своему адвокату. Как проходит само заседание? Вы зайдете, зарегистрируетесь, будет присутствовать судья, ваш адвокат, вы адвокат ДЧС, который представляет правительство, и переводчик, если вы будете давать показания через переводчика. Начинается заседание. Каким образом? Вначале ваш адвокат опросит вас по вашей истории, затем адвокат ДЧС задаст вам вопросы. Адвокат ДЧС может задать немного вопросов, 2-3, а также может достаточно долго задавать вопросы. Адвокат ДЧС не должен вас спрашивать заново по всей вашей истории. Вопросы адвоката ДЧС в основном направлены на то, чтобы продемонстрировать, что либо вы говорите неправду, либо вам не положен тот статус, который вы просите в США, предположим, убежище, что в вашей истории нет оснований, чтобы дать вам убежище в Соединенных Штатах. После того, как адвокат ДЧС закончил свою часть вопросов, у вашего адвоката будет возможность задать вам несколько последующих вопросов. По желанию. Что это значит? Если что-то нехорошее случилось во время ваших ответов адвокату ДЧС, и ваш адвокат считает необходимым задать дополнительные вопросы, чтобы прояснить ситуацию, взять у вас больше какой-то информации, или еще задать дополнительные вопросы, чтобы раскрыть какую-то тему, то ваш адвокат может задать несколько дополнительных вопросов. Это не значит, что ваш адвокат сможет заново у вас брать все показания. Но если ничего плохого критического не произошло, в то время, пока вы отвечали на вопросы адвоката ДЧС, то ваш адвокат не будет вам задавать никакие дополнительные вопросы. Все это время. Роль иммиграционного судья. Иммиграционный судья может молча сидеть, слушать и наблюдать процесс, а также может сам вмешиваться в ходе процесса, перебивать вашего адвоката и адвоката ДЧС и задавать вам дополнительные вопросы, на которые вы, конечно, должны отвечать. Работа с переводчиком. Если вы работаете с переводчиком, отвечайте краткими законченными предложениями. Вы должны дать полный ответ, чтобы был понятен смысл, но также помнить, что человеку это надо перевести. Сказали одно предложение или несколько предложений, дайте возможность перевести. Время от времени смотрите на переводчика. Если переводчик подает вам такой сигнал, надо остановиться, дать возможность перевести. Если возникла ситуация, когда вы начали давать ответ, вас переводчик или судья остановил, переводчик перевел, И вам судья или адвокат ВИЧС задает последующий вопрос, но вы еще не закончили свой предыдущий ответ. Вы должны сказать, позвольте мне закончить ответ. Я не закончил. И, конечно, вам позволят дать показания, закончить то, что вы начали говорить. Когда ваш адвокат задает вам вопросы или адвокат ВИЧС задает вопросы, какая-то сторона говорит objection, то есть протест. Особенно это важно, когда адвокат ВИЧС задает вам вопросы, если ваш адвокат говорит objection. В этот момент вы должны замолчать и ждать, что скажет судья. Судья либо скажет, чтобы вы продолжили отвечать, либо скажет, чтобы вопрос переформулировали. Поэтому тоже очень важно на это уделять внимание. Помните, какова ваша роль на суде. Зачем вы пришли? Если вы подали заявление на убежь, а вы основной заявитель, вы даете показания по своей истории. Отвечайте прямо на поставленные вопросы. Не надо давать какую-то теорию, иначе может показаться, что вы пытаетесь уклониться от ответа. Помните, что вам не могут задавать вопросы, в которых будет подсказка. То есть все вопросы должны быть открытыми. Что, кто, когда, где, почему, что случилось после этого. И, конечно, предполагается, что ваши письменные показания уже были поданы в суд. Вы с ними ознакомились, вы выучили все даты и имена событий, а вы полностью подготовлены. Ваш адвокат будет идти с вами хронологически по вашей истории. Помните, что это диалог, а не монолог. Ваш адвокат задаст вам достаточно вопросов, чтобы взять у вас всю нужную информацию. Иными словами, когда ваш адвокат вас спрашивает, почему вы просите защиту в США, это не является приглашением, чтобы вы начали рассказывать свою историю в форме монолога. На этот вопрос должен быть короткий ответ. Потому что в моей стране, моей жизни и свободе существует угроза. Далее ваш адвокат спросит, от кого исходит эта угроза. Вы ответите, от госорганов. Дальше ваш адвокат спросит, почему вы считаете, что госорганы представляют для вас угрозу. На что вы ответите? Из-за моего политического мнения, которое я открыто выражал. Дальше ваш адвокат спросит, каким образом вы открыто выражали свое мнение. И таким образом будет развиваться диалог. Ваше участие в процессе тоже необходимо, потому что каждый последующий вопрос, который ваш адвокат будет вам задавать, будет основан на вашем предыдущем ответе. Соответственно, не спешите. Я знаю, что у многих есть рвение быстро рассказать всю историю, самые ужасные события в своей жизни. Но не волнуйтесь, у вас будет достаточно времени и возможности, чтобы это сделать. Если же ваша роль в суде как свидетель в каком-то другом деле, то вы можете давать свидетельские показания только на основании того, что вы видели, слышали, чувствовали в какой-то определенный момент. Вы не можете давать свое собственное личное мнение, рассказывать какую-то теорию и прочее. Ну, я уверена, что адвокат основного заявителя также подготовит и свидетелей. Во время того, как вы даете показания, очень важно, если вы не поняли вопрос, ни в коем случае не пытайтесь догадаться и ответить на него. Вы можете попросить переформулировать вопрос или сказать, что вы не поняли, или не услышали, или не поняли переводчика. Предполагается, конечно, что все важные даты и события вы должны хорошо знать. Но если что-то произошло довольно давно, лучше сказать приблизительно, чем сказать какую-то неверную дату и выяснится, что ваши устные показания расходились с написанными или что-то подобное. Вы можете квалифицировать. Например, сказать, что события произошли не 3 марта 2022 года, а что произошли весной 2022 года, летом 2021 года, или связать с каким-то событием. Например, я точно дату не помню, но это произошло сразу перед смертью моей собаки. То есть, чтобы была возможность установить определенную хронологию. То же самое насчет количества. Сколько было людей? Приблизительно столько. Или мне кажется, по моему мнению, на мой взгляд, то есть вы не должны обязательно все знать точно, но в пределах разумного. Если произошло какое-то ужасное событие в вашей жизни, и вы говорите, что у вас осталась психологическая травма на всю жизнь после этого, то предполагается, что, конечно, вы будете помнить все детали, иначе не было бы психологической травмы. Но на какую демонстрацию вы сходили 10 лет назад, здесь уже можно ваши ответы квалифицировать. Не забывайте делиться своими чувствами. Судья не обладает рентгеновским взглядом, и люди, никогда не жившие в вашей стране, не обязательно могут понять, что вы чувствовали в определенный момент. Например, ко мне подошла полиция, попросили меня пройти, я очень испугался. Почему вы очень испугались? Почему это странно, что к вам подошла полиция? В США тоже полиция может к любому подойти, и люди не пугаются. Очень важно не забывать, что вы пытаетесь объяснить события вашей жизни и события вашей стране людям, которые не обязаны ничего знать ни о вашей стране, ни тем более о вашей жизни. Во время дачи ваших показаний, как отвечая на вопросы вашего адвоката, так и отвечая на вопросы адвоката ДИЧС или судьи, не добавляйте никакую новую информацию. В вашем письменном заявлении должны содержаться все факты и основания для того, чтобы вы получили заслуженные иммиграционные бенефиты. Самое худшее, что может произойти на суде, это когда человек начинает от себя добавлять новую информацию, о которой неизвестно его адвокату. Эта информация может быть использована против человека. У человека не было возможности подготовить определенный ряд вопросов-ответов по этой новой информации со своим адвокатом. Соответственно, придерживайтесь подготовленных материалов. И, как я ранее сказала, до судебного заседания вы должны изучить, как ваши письменные показания, также и все документы, имеющиеся в деле, которые имеют отношение непосредственно к вам. Вам не обязательно и не стоит изучать разные репорты, статьи об обстановке в вашей стране. Это не ваши документы, это документы третьих лиц, которые адвокатам подаются в поддержку вашего заявления, но лично к вам отношения не имеют. Ну, только косвенное, что то, о чем вы говорите, в стране имеет место быть. Если же вы предоставляете какие-то справки, протоколы административного задержания, вы должны знать, что там указано. Ваш адвокат спросит, если ваш адвокат не спросит, судья, адвокат ДИЧС обязательно спросят, что написано в протоколе об административном задержании. Человек говорит, меня задержали, выдали протокол, оштрафовали. По какой статье вас оштрафовали? Или в протоколе написаны статьи, за которые мне может грозить тюремное заключение. Какие статьи написаны? Если вы не знаете, какие статьи там написаны, то у вас нет и оснований полагать, что вам может грозить тюремное заключение. Соответственно, ваши показания не должны расходиться с информацией, которая указана в документах, предоставленных вами же. Также очень важно, чтобы во время судебного слушания вы производили впечатление правдивого, заслуживающего доверия человека. Если вам задали вопрос, вы чего-то не помните, лучше сказать «я не помню», чем пытаться придумать какой-то ответ во время судебного заседания. Также, если у вас уже было интервью на убежище в иммиграционном департаменте, ваше дело передали в суд, с момента интервью до судебного слушания прошло много времени, и адвокат ДИЧС спрашивает вас что-то в отношении ваших показаний, которые вы давали иммиграционному офицеру, показывает вам транскрипт, вы можете сказать, что «я не помню события, которые были тогда, это было давно», что произошло во время интервью. Но к суду я подготовился вместе со своим адвокатом, и все, что я сейчас заявляю, как письменно, так и устно, это все является правдивым. В конце, если судья вас спросит, хотите ли вы что-то добавить, вы можете воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить суд за потраченное на вас время, но это не значит, что вам надо добавить что-то, чего нет в деле. Не думайте, что вас так спросили, потому что от вас хотят услышать какую-то дополнительную информацию. До судебного заседания полностью дело должно быть подано в суд, и в деле должна содержаться вся информация и основания, на которые вы, ваш адвокат, собираетесь опираться, представляя ваше дело в иммиграционном суде. После того, как вам закончили задавать вопросы, вашему адвокату дается заключительное слово, во время которого она сделает определенные ссылки на релевантное законодательство, объяснит, почему вам следует дать тот бенефит, на который вы претендуете в США. Затем заключительное слово дается адвокату ДИЧС, во время которого он или она скажут, с чем они согласны, с чем нет в вашем деле, какова позиция ДИЧС. Ну, в основном, конечно, их позиция направлена на то, чтобы не дать человеку тот статус, который он просит. Иными словами, что человек либо не заслуживает доверия, либо нет оснований, чтобы человеку дать статус. После этого судья сразу же на суде вынесет устное решение, дают вам статус или нет, предположим, статус беженца, либо судья возьмет время, чтобы изучить материалы дела и вышлет письменное решение по почте позже. Ни при каких обстоятельствах вас не депортируют из зала суда. Да, скорее всего, вы узнаете решение сразу по завершению слушания, да или нет, но у вас будет возможность апелляции в случае, если решение негативное, в случае, если решение положительное. Ваш адвокат объяснит вам дальнейшие шаги, ваши права и обязанности в новом статусе постоянного жителя Соединенных Штатов. Если вам требуется юридическая консультация или юридическое сопровождение, пожалуйста, обращайтесь.